Балаклавская аптека в одной из серий называется «Копеечка». Сейчас снимают её торжественные открытия с участием прессы. У вас 518-31. Спасибо. На крыльце сплошь отрицательные персонажи. Не в жизни, в кино. С театральной сцены Санкт-Петербурга Ольга Павлюкова пришла в телевизионные сериалы. Она играет любимую девушку героя Антона Багмита, которого в полной мере можно считать отрицательным. Несмотря на персонажей, представляющих не сторону добра, актёры находят в своей игре место для света. Злодея вообще сложно протянуть, если он не очеловечен хоть чем-то, хоть как-то. То есть если он без любви в кино, то это будет схематический персонаж. А так как у меня здесь есть моя потрясающая партнёрща, которая мне дарит это ощущение жизни, потому что злодеи тоже хотят любить, правда? Поэтому я думаю, что у нас что-то из этого получится человеческое. Хотя, конечно, они очень отрицательные, если не сказать больше. Во втором сезоне сериала «Береговая охрана» будет около 30 серий. Первые 15 снимали в Краснодарском крае. Все оставшиеся серии в Крыму и большей частью в Балаклаве. По словам режиссёра, эти пейзажи, как никакие другие, соответствуют духу фильма. Помощь телевизионщикам оказывает и Черноморский флот. В кадрах появляется один из новейших противодиверсионных катеров. Нам нравится то, что у нас много моряков в кадре, то, что у нас снимаются боевые корабли. Ну, как-то действительно дух патриотизма поднимается этим фильмом. Но при этом, опять же, он лёгкий для просмотра. Это можно смотреть семьёй. Я думаю, что это не чисто мужское кино. По сценарию, действие фильма разворачивается в городе под названием Ушаков. Его прототипом, по сути, и является Балаклава, которой, вне зависимости от задумок автора, такое художественное переименование отнюдь не чуждо. Самый известный носитель фамилии Фёдор Фёдорович Ушаков немало сделал для развития Черноморского флота. Увидеть родные пейзажи Балаклавы Ушакова в приключенческом сериале можно будет на телеканале НТВ уже весной следующего года. Василий Косенко, Павел Красиков, Дмитрий Лелека, Севинфорумбюро.